Здравствуйте! Сегодня снова с вами я Екатерина Георгиевна Зеленская, преподаватель по русскому языку и литературе. Очередное наше занятие по русскому языку. Итак, тема нашего урока – орфография русского современного языка. Что такое орфография? Орфо с греческого правильно, графо с греческого пишу. Это раздел науки о языке, который изучает правильное написание слов. Орфограмма – орфо с греческого правильно, грамма с греческого буква. Итак, мы начнем с вами с непроверяемых и проверяемых гласных в корне слова. Чтобы проверить проверяемую гласную в корне, нужно подобрать к ней однокоренное слово с ударной гласной. Например, жара – жар, чистота – часто, чистота – чисто, леса – лес, дома – дом и так далее. Также в русском языке существуют и непроверяемые гласные в корне. Такие гласные в корне нужно запомнить. Например, каравай, сарай, колесо и другие слова. При затруднении написания таких слов необходимо обратиться к орфографическому словарю. Давайте рассмотрим тест ДТМ на данную тему. В каком ряду во всех словах пропущена буква О? А. Здороветь, вызов, плодородие, добро. Б. Шпионаж, гамачок, выловить, разбавитель. С. Плодородие, пробуравить, надарить, спасаться. Д. Законодательный, ужаснуть, затискать, даваться. Ответ А. Проверим. Итак, слово «здороветь». Чтобы проверить первую О, мы подберем проверочное слово «здорово». Чтобы проверить вторую О, мы подберем слово «здоровый». Вызов. Проверочное слово «зов». Плодородие. Проверочное слово «плод». Добро. Проверочное слово «добрый». Таким образом, правильный ответ А. Здороветь, вызов, плодородие, добро. Следует различать чередование гласных в корне. Такие слова не относятся к словам с проверяемыми гласными в корне. Эти слова не относятся также к словарным словам. Правописание гласных в корне с чередованием зависит от различных факторов, таких как или значение слов, или наличие суффикса в слове, или ударение. Начнем с чередования О, А в корне слова. К чередованию О, А в корне слова относятся следующие корни. Итак, лак – ложь. Также коз – касс. Также зор – зар. Гор – гар. Твор – твар. Клон – клан. Мак – мог. Раван – рован. Раст – ращ – роз. Итак, чередование в корнях коз – касс. Мы пишем корень касс, если после корня идет суффикс а. Мы пишем коз, если после корня суффикса а нет. Например, прикосаться. Пишем а, потому что после касс идет суффикс а. Прикоснуться. Пишем о, потому что после корня нет суффикса а. Чередование корней лак – ложь. Итак, мы пишем а в корне лак, если после корня идет суффикс а. Мы пишем о в корне ложь, если суффикса а в корне нет. Например, полагаться. Мы пишем а, потому что после корня лак стоит суффикс а. Положиться. Мы пишем о, потому что суффикса а нет. Следующее чередование – это зор, зар, гор, гар, клан, клон, твор, твар. Все эти чередования зависят от ударения. Итак, давайте рассмотрим чередование зар-зор. Под ударением в сильной позиции мы пишем как а, так и о. Например, зарева, мы пишем а, зоренька, мы пишем о, но в слабой позиции, безударном положении мы пишем только а. Например, заря, зарница и другие примеры. Следующее чередование – это гор, гар. Под ударением в сильной позиции мы пишем а. Например, угар, загар и так далее. Слово-исключение – слово выгорки. В безударном положении в корнях гор, гар мы всегда пишем букву о. Например, гореть, горелый и другие примеры. Чередование клон-клан. В безударном положении мы пишем всегда о. Под ударением мы пишем как а, так и о. Например, кланяться под ударением пишем а. Поклон под ударением пишем о. В безударном положении наклониться, поклониться мы пишем всегда о. Давайте рассмотрим чередование твар-твор. В ударном положении в сильной позиции у нас может писаться как а, так и о. Например, тварь, творчество. В безударном положении только о. Например, творить и так далее. Следующее чередование – раст, ращ, рос. Зависит от последующей согласной. Перед СТ мы пишем а. Перед Щ мы пишем а. Перед С мы пишем о. Например, перед СТ мы пишем а. Вырасти. Перед Щ мы пишем а. Выращенный. Перед С мы пишем о. Выросли. Есть у нас слова-исключения. Это росток, ростислав, отрасль, на вырост и другие. Итак, давайте рассмотрим следующее. Чередование корней – это равен, ровен, мок, мак. Итак, чередование равен, ровен. Равен мы пишем в корнях тех слов, которые имеют значение одинаковый, равный. Например, уравнение, сравнять, подравнять мы пишем а. Ровен мы пишем в словах, которые имеют значение гладкий, ровный. Например, равнять, сравнять и другие. Чередование мак-мок тоже зависит от значения слова. Мок мы пишем в словах, в которых значение имеет пропускать жидкость. Мокрый, например, промокнуть, непромокаемый плащ. Корень мак мы пишем в словах, которые имеют значение опускать жидкость сверху. Например, макнуть, обмакнуть и другие слова с этим значением. Еще один корень с чередованием о, а в корне слов – это плав, плов. Во всех словах мы пишем плав, кроме трех слов-исключения. Это пловец, пловчиха и плывуны. А остальные слова мы пишем через А, например, поплавок. Давайте рассмотрим один из тестов на эту тему. Укажите слово, в корне которого пишется А. Давайте порассуждаем. Таким образом, правильный ответ Б – озаренный. Но не следует путать с чередованиями в корне некоторые амонимичные корни. Например, кос-кас. У нас есть слова с корнем кос, но имеющие проверочные слова. Например, косить – проверочное слово косит. Косой – проверочное слово коса. Коса – проверочное слово косы. Также у корней гор-гар есть свои амонимичные корни с проверяемыми гласами. Например, в слове гора мы пишем О, потому что у него есть проверочное слово горы. В слове горчит мы пишем О, потому что у него есть проверочное слово горький. Давайте рассмотрим следующие чередования в корнях. Итак, это чередование Е и И в следующих корнях. Бер – бир, мер – мир, пер – пир, дер – дир, стел – стил и другие корни. Чередование Е и И зависит от наличия суффикса. Если после корня стоит суффикс А, мы пишем И. Если после корня нет суффикса А, мы пишем Е. Например, запереть – запирать, умирать – умереть, стелить – растелать и другие примеры. Слова-исключения – сочетать, сочетание, бракосочетание. Итак, давайте подведем итог. Гласные в корне могут быть проверяемыми. Например, леса – лес, дома – дом. Гласные в корне могут быть непроверяемыми. Например, фонтан, колесо, собака, сарай и так далее. Гласные в корне могут чередоваться и зависят от различных факторов. Например, от наличия суффикса А у нас зависит чередование гласных в следующих корнях. Это лак – ложь, кос – касс, а также бер – пир, пер – пир, мер – мир и другие корни. Чередование гласных в корне зависит от ударения в следующих корнях. Например, зор – зар, гор – гар, клан – клон, твар – твор. От литвического значения у нас зависит чередование следующих корней. И от последующих согласных у нас зависит чередование в корне. Давайте рассмотрим пример на данную тему. Определите ряд слов, в которых правописание гласных в корне зависит от подследующего суффикса. А. Собирать, стелить, запереть. Б. Предлагать, утварь, расти. С. Загар, предположение, принести. Д. Изложение, заболеть, зорька. Итак, давайте посмотрим. Собирать, бер – бир, стелить, стел – стел, запереть, пер – пир. Правописание гласных в этих корнях зависит от суффикса «а». Таким образом, правильный ответ «а». Определите корни, в которых правописание гласных зависит от лексического значения слова. А. Ровен-равен. Б. Стил-стел. С. Кос-кас. Д. Гор-гар. Рассуждаем. Ровен-равен зависит от значения слова. Стел-стил зависит от подследующего суффикса. Кос-кас зависит от подследующего суффикса. Гор-гар зависит от ударения. Таким образом, правильный ответ «а» – ровен-равен. На этом наше занятие закончилось. До следующей встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова